У вас есть Мерседес? В Москве есть, в Татарстане нет. А ты, кстати, КамАЗ отличный автомобиль. И как получилось? Далеко бежали? Чуть-чуть. Это достаточно длительный период времени. У вас так на родину не тянет? Проблема в слове «климат». Летом в России жить хорошо. Но зимой все равно надо иногда куда-то уехать, чтобы солнце получилось. Приветствуем всех наших зрителей канала YouTube Invest in Tatarstan. И сегодня у нас в гостях господин Али Бэй по-турецки. Ну или господин Али Ялчин, который является исполнительным директором компании «Кулуман Рус». Турецкая республика сегодня сотрудничает с Татарстаном достаточно тесно. С точки зрения инвестиционного развития мы продвигаемся, можно сказать, семимильными шагами. И вот эта компания, именно компания «Кулуман Рус», она зашла на территорию Татарстана как инвестор более пяти лет назад. И сегодня мы хотели поговорить о том, почему она выбрала нашу республику, какие итоги этой пятилетней работы. Ну и, собственно, достаточно ли уверена эта компания сегодня чувствует себя на рынке, как смотрит будущее. Что интересно, «Кулуман» является крупнейшим акционером «Мерседес-Бенц» в Турции и выполняет продажи и послепродажное обслуживание от транспортных средств «Мерседес». Собственно, вместе с этим осуществляет монтаж производственного весного оборудования. При этом в «Мерсине» в Турции есть 80 тысяч квадратных метров в закрытой территории, и, собственно, вы являетесь официально производительным весным оборудованием компании «Дайлер». Ну, соответственно, первый вопрос. У вас есть «Мерседес»? В Москве есть, в Татарстане нет. А в Татарстане нет? В Татарстане у вас есть «КамАЗ»? «КамАЗ» у компании есть, но у вас нет. А у вас нет? Ну, кстати, «КамАЗ» – отличный автомобиль. Для людей, которые, может быть, плохо ориентируются в полуприцепах вообще, в этой продукции, может быть, вы подробнее расскажете, что это за продукция, где она используется? Ну, полуприцеп до работы в Колумане я тоже не знал, что это. Такие названия для меня проще, потому что я с ним живу, конечно. Для обычных людей, ну, как-то называя имя полуприцеп, ничего не означает. Но это полуприцеп – это используется для перевозки всех товаров, что мы используем. От сахара до мебели, до холодильников. Все перевозятся в полуприцепах. Без этого, как торговли, нет. Это основа торговли, на самом деле, полуприцеп. Без него грузовый поток невозможно. И мой первый вопрос про то, как ваша компания сегодня чувствует себя в набережных Челнах, потому что уже пять лет прошло с момента открытия. Какие итоги этой пятилетки? Ну, и, собственно, какая связка с «КамАЗом», потому что все, кто находится в Челнах, так или иначе относятся к «КамАЗу», на что и была направлена диверсификация, и новый режим территории, опережающейся социально-экономическое развитие, который был присвоенному на городу набережной Челны? Как вы сказали, у нас открытие состоялось в сентябре 2015 года. Но для турецких инвесторов, для нас 2015 год как-то упоминяется не позитивно, а больше негативно, потому что это экономический кризис и политический кризис. Из-за этого я свою деятельность обычно начинаю с конца 2016 года, потому что, несмотря на то, что мы открыли с 2015 года, первые наши продажи были в конце 2016 года, как-то уже экономический кризис отошел, и политические отношения между Россией и Турцией улучшились, и после этого мы начали активно свою деятельность. Совокупный объем инвестиций за 5 лет, сколько он составил в Татарстане? Совокупный объем инвестиций у нас 19 миллионов евро. 19 миллионов евро. В течение 4 лет мы много что-то сделали. Сейчас, в последние 2 года у нас показатели очень сильно улучшились. Для таких компаний, как мы, выйти на прибыл, нам нужно время, потому что то, что мы занимаемся и продаем, это техника, благодаря чего покупатель зарабатывает деньги. Это не товары быстрого использования. Например, у нас самый дешевый товар, он стоит 2 миллиона 700 тысяч рублей, а самый дорогой 45 миллионов рублей. И когда клиент покупает такую технику, мы должны ему гарантировать надежность этой техники, чтобы он работал, он смог с помощью этой техники зарабатывать деньги. И несмотря на это, как на 4 года активных деятельностей, у нас сейчас неплохие позиции. Мы по ходу АКВЭТ 2060 производства полупроцепов и кузовов, номер один в Татарстане по объему вручки. А в России? В России, там в данный момент 78-й. То есть еще есть зона для роста. Кто является вашим основным клиентом? Наши основные клиенты в данный момент являются транспортные компании. Транспортные компании. А строительные компании? Строительные компании. Мы вообще, как приехали в Татарстан, с целью производить коммунальные строительные машины. Но когда мы приехали из-за экономической кризисы, продажа именно строительной техники очень сильно упала. Мы занимаемся производством автобетонных насосов. И в России первая компания, которая на производство российского производства установила свою настройку. В 2014 году есть соборат, рынок был около 300 единиц, а, например, в прошлом году 15 единиц. Рынок очень сильно упал. Из-за этого мы, отличаясь от других своих конкурентов, у нас очень разная новинклитура. В Европе и в Турции нет ни одной компании, которая может одновременно производить и полуприсепные, и коммунальные, аэродромные, строительные и военные техники. Как-то мы видели, что кризис, и нам сложно. Несмотря на то, что мы не планировали изначально полуприсепы продавать, мы решили полуприсепы продавать. Сейчас хорошо чувствуем себя. По сравнению с прошлым годом, в этом году увеличили продажи на 20%. На 20%? Кризисное это время? Ну так. Наши конкуренты обычно потеряли от 30 до 50% своего рынка. А с чем вы это связываете? Почему у конкурентов падение, а у вас рост? Мы начали как-то локализовать свои деятельности, начали продавать, ну купить российские комплектующие, плюс как начали продавать в рублях. Какой процент локализации на вашем предприятии сегодня? Если брать коммунальные машины, это где-то 80%. 80%. Строительные автобетонные насосы, это где-то 40%. А поставщики ваши, это в основном татарстанские компании, это округ федеральный или Россия? Мы активно работаем с производителем Ченкама, татарстанская компания, производитель контент, наверное, членская компания. И в данный момент у нас идет как процесс локализации производства полупресетной техники. Я думаю, скоро мы можем как публично объявить. Мы сейчас ведем переговоры с одной ведущей компанией в Татарстане по совместному производству бензовозного полупресепа и самосвалного полупресепа. И самосвальные полупресепы. Понятно. Ну, я еще задавала вопрос про КамАЗ, и мы немного как-то от него ушли. Как вы сотрудничаете с КамАЗом? Какие у вас отношения? Из-за того, что как у нас изначально мы приехали продавать коммунальные машины, это не получилось. Работать с КамАЗом активно не получилось у нас, к сожалению, но у нас были какие-то там контракты на 300 единиц полупресепной техники. Но в этом году мы как активно тоже начали опять с КамАЗом разговаривать по общим проектам. Сейчас подписываем договор поставки опять полупресепной техники, обсуждаем, как совместно реализовать коммунальные техники. Сейчас как раз в сентябре показали одну машину, где на автомобиле строители будет набраться в Челнах. Это коммунальная машина, вакуумно-предметально-оборочная машина. Это первая наша машина, которую мы собрали полностью в России. И уже скоро получаем акт экспертизы. И можем уже скоро спокойно участвовать в гостендерах для реализации этой техники. Это здорово. Но это, наверное, хороший сигнал для тех, кто, может быть, с нашими крупными предприятиями не может найти общий язык, не только касается машиностроительного комплекса, а вообще в целом, что если компания находится внутри Татарстана, то, конечно, добрососедство делает свое доброе дело. Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день сколько у вас работает сотрудников в компании? На сегодняшний день 45 сотрудников у нас работают. Всего 45 человек работают. Это иностранные граждане или нет? У нас, в отличие от других, которые есть компании, руководство, единственный турок, это я, остальные, как местные. И среди рабочих там два человека, граждане Турции. Один уже 20 лет живет в России, а второй как просто из Турции приехал. Мы как изначально решили, что как проще будет нам для работы с местными, кадром работают, их обучать, как наши компании работают с 65-го года. И я думаю, это удалось таким образом, как решили много проблем. Давайте немного поговорим про то, куда вы продаете, реализуете сегодня свою продукцию, которая производится в Татарстане. Вы больше сегодня экспортно-ориентированная компания, или больше у вас по географии продаж? Какая вообще? У нас география продаж в России. Россия. То есть вы пока не поставляете продукцию в Европу или на постсоветское пространство, может быть, куда-то? Из России только Казахстан и Беларусь. Ага, Казахстан и Беларусь. То есть, хорошо, внутри Российской Федерации какие регионы являются вашими основными клиентами? У нас как основные клиенты Москва, Татарстан, тоже для Санкт-Петербурга, но наши машины можно увидеть в Хабаровске и Архангельске, и в Владивостоке. Разные машины у нас работают в районе Колуман. Мы с вами говорили до этого о том, что достаточно рынок насыщен, можно сказать, подобного рода техникой. Что является конкурентным преимуществом компании Колуман? Мы позиционируем себя таким образом. В России техника, которая российского производства уступает своим европейским конкурентам по качеству. А европейская, конечно, качество, но она очень дорогая. Получается, российское производство. То есть, это баланс между качеством? Мы как-то нашли золотую средину, даже как у нас лозунг, как у нас европейское качество, но цена турецкая. Потому что, как турецкая промышленность развивалась после 80-х годов, с помощью мы начали производить для европейцев. Из-за того, что как в Турции рабочая сила дешевая была, заказы разместили в Турции. Из-за этого мы научились производить качественные продукты, как в Европе. Из-за того, что у нас рабочая сила дешевая, мы можем сейчас на рынок приложить товары, которые качество не уступает европейскому, а цена пришла. Скажите, а с какой годовой оборот вашей компании? В этом году полтора миллиарда рублей. Полтора миллиарда рублей. Понятно. Ну, вы оцениваете это как успешный проект, который находится, получается, вне своей страны, да? То есть... Ну, для нашего бизнес-плана, чтобы как сказать, что это успешно или неуспешно, нам 7 лет выделили, потому что... Да, еще пару лет нужно. На пару лет, ну, мы каждый год растем. Сейчас у нас на следующий год более хорошие прогнозы. Конечно, мы считаем, что успешно. Потому что... А вот вы выбрали для размещения Камский индустриальный парк «Мастер». Почему? Что вас там привлекло? Ну, для таких компаний, как мы, которые занимаются производством новостного оборудования и полупрецепа, очень важно быть рядом, кто производит тягачи и шасси. Это КамАЗ и Мерседес. Из этого мы выбрали именно Кипмастер. Еще условия, которые предлагает Кипмастер, нас больше привлекла. Там доступность рабочих сил, там стоимость аренды. Да, стоимость аренды там низкая. А вот если говорить в целом про инвестиционный климат, может быть, что-нибудь как-нибудь покритикуете Татарстан? Ну, или Россию в целом, да? Что здесь? Где здесь у нас зона роста для работы с инвесторами? Вы знаете, Россию можно критиковать про инвестиционный климат. Я думаю, пока для Татарстана критику я не могу найти, потому что с 2014 года я активно работаю с вами, с вашим агентством и с другими учреждениями. И такой климат я раньше нигде не встретил. Например, если мы с вами посмотрим, как на сегодняшний день осуществляется поддержка предпринимательства в Турецкой Республике, что-то из опыта, что делает Турция, применимо в нашей стране было бы с точки зрения поддержки Турции? Вы знаете, как раз то, что Татарстан делает, это даже не применяется в Турции. Для нас, чтобы открыто пришел президент Республики, но даже губернатор, это как-то очень сложно. Ну, в Татарстане мы это видим, как маленькие инвестиции, большие инвестиции. В Татарстане всех это поддерживают. Из-за этого я думаю, как нам надо научиться у вас. А когда вот вы выбирали место для локализации в Российской Федерации, почему вы пришли в Татарстан? Ну, это я уже первый раз до этого говорил. Нам нужно быть рядом, где производители счастья. У нас, как бы, было несколько альтернативов. Питер, Москва, Калуга и Татарстан. Из-за того, что КамАЗ-Марсаде тут находится, еще как к Татарстан инвесторам относится, все это привлекло нас, и мы решили, как Татарстан останется. Мы благодарим вас за ваш выбор и будем делать все возможное для того, чтобы ваша компания успешно развивалась на территории нашей республики. Спасибо большое за интересный разговор. Вам спасибо. Наши двери для вас всегда открыты. Спасибо огромное. Спасибо.